Ладно, по вот этой ситуации, вот, напряженный, да, мир на грани войны, да, преддверии, да, или как называется. Ну вот сейчас военнослужащие уехали, а матери-то вы о чем думаете? Родители, родственники, друзья, знакомые. А вы так и отправили. Ну ладно, там, что там, кто не воевал, там, кто не стрелялся, что ли, типа такого. Ну вы сами это подумайте, потом вот эти, груз 200, он будет приходить, а вы, получается, отправить, отправили, ну, якобы долг. Да какой нахрен долг-то? Перед Родиной, что ли? Ваши, в большинстве случаев, вот именно военнослужащие пошли именно из-за денег, по контракту, то есть работы нету, они туда поперлись только из-за денег. Если патриотизм есть и настоящий, то есть, я бы так сказал, это действительно если угроза. А тут угрозы-то так таковой нету, саму угрозу предоставляет только Путин. Он везде, как бы сказать, вот беспределит, и вот получается, а вот эти военнослужащие поехали просто ради его, как бы сказать, вот этого режима диктаторского, вот этого преступного, фашистского. Они поехали, как грудью вставать, защищать его только режим. Если военнослужащие говорят, что они вне политики, а когда вот касается шествий, митингов, демонстраций, да, они сразу же военнослужащие, наоборот, что делают? Они разгоняют, они подавляют. Если одни военнослужащие говорят, мы военные, наше призвание Родину защищать. Так, пожалуйста, иди защищай, а что ты делаешь на митингах тогда, зачем ты-то дубинками, палками разгоняешь жителей? Они же сами говорят, вы должны, нет, подожди, военнослужащие говорят, вы, гражданские, должны решать эти проблемы, ну, обустройство страны внутри, то есть вы решать. А мы вас защищаем от внешней угрозы, допускаем такой вариант. А на самом-то деле, сами же военные себе противоречат. Им приказ дается, они выезжают в города и начинают разгонять. Вот свидетели мы тому, что произошло в Казахстане. Военнослужащие поехали туда, там не полицейские поехали, наши, да, допустим, туда, ну, там, в правопорядок. Какой правопорядок? Какие там террористы, нахрен? Там, может быть, и были, ну, во всяком обществе есть, как это, радикалы, да, которые тайные ячейки, спящие. Я сейчас перебью. Когда все это происходило в Казахстане, и шли войси, оттуда еще собирали, не только, когда сам наши военные части отправляют, значит, на запад, на границы ближе, там, на Ростов-на-Дону, в ту сторону, ближе к Донбассу, там, или так далее, еще что-то, ну, естественно, Казахстан. Я точно знаю, что 17 человек военнослужащих, и среди них есть и контрабасники, и сверхсрочники, отказались ехать куда-либо, написали, что они хотят служить здесь дома, никуда они не поедут. В итоге одна из сестер ушла, значит, на наш канал не YouTube, Республика Врятия, а на канал Telegram. Там у нас есть такой отдельный, значит, канал, где она там просит помощи у юристов или совета, что делать, если вот мой братишка, вот он сверхсрочник, он так и сказал, я не поеду выполнять путинские, эти, как бы, приказы за, там, того всего, на эту войну. Я хочу служить здесь дома, в Врятии, где, ну, как бы, здесь вот живу, служу, здесь это все. Его через каждый день или через день ставят в наряд, гоняют. Я прекрасно знаю, у моей знакомой, у Дарима ее сына тоже, он контрабасник, но теперь он не может, он женат, у него ребенок дома, но он домой уже не попадает, как обычно, да, на выходные или, как бы, там, увольнительные. Их там гоняет по плацу, их всех там, кто отказался ехать, мы только знаем, 18 человек, их гоняет по плацу, там, вообще, отжался, упал, там, встал, там, в общем, полностью идет такой, не знаю, как-то их там дрессирует их сознание, чтобы они сдались ли, сломались ли. Но, надеюсь, что эти 17 человек, раз такое приняли смелое решение, они не сломаются, они останутся при своем, в общем, как-то, с вами сказать, мнении и при своих правах, даже как и военного. Они имеют право отказаться ехать туда на какие-то там военные там действия или еще что-то там вроде.